25 золотых правил настоящего мужчины, которые я собирал в течение всей жизни, накапливая, накапливая. И тут вы найдете золотые, серебряные и бронзовые, возможно, но если это правило не кажется вам таким уж масштабным, таким уж значительным, вы знаете, оказывается иногда в жизни ситуация, когда именно следование этому правилу оказало большее влияние на вашу жизнь, чем что-то такое более фундаментальное, серьезное и философское. Так правило. Первое. Не бойся. Не бойся, на мужчину смотрят женщины и дети, и если мужчина боится, они боятся тоже, хотя даже не понимают, чего боится он. Когда ты начинаешь действовать, страх снижается. Если ты тянешь время и ждешь, страх увеличивается. Действуй, особенно в ситуациях, когда никто не может гарантировать, чем дело кончится. Действие всегда оказывается такой разведкой боем, что ли. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Второе правило близко к этому. Пусть твои слова и дела совпадают. Если ты пообещал, что-то делай. А если ты не уверен, что сделаешь, лучше не обещай. Правило третье. Если ты не можешь чего-то сделать, оно кажется повторением второго, но на самом деле тут смысл немного другой. Если ты не можешь чего-то сделать, лучше сразу скажи, я не смогу, не справлюсь и так далее. Кажется более быстрым, особенно когда кто-то настаивает, сказать, ладно, ладно, пообещать. А потом у тебя как будто появляется время на то, чтобы придумать объяснение, почему ты этого не сделал, почему ты этого не можешь сделать. Приучай людей к тому, что твое да, это да, нет, это нет. Может быть, это вообще не про тебя. Может быть. А может и нет. Кстати, пример, который в последнее время очень распространился, когда человек опаздывает на встречу, ему звонят, спрашивают, ну где ты? Он говорит, я уже почти паркуюсь, я уже почти приехал, вот сейчас чуть-чуть, пару минут, а на самом деле ему еще ехать полчаса. Если тебе реально ехать полчаса плюс время на парковку, скажи, занимайтесь своими делами, давайте перенесем на полчаса, давайте отменим, давайте перенесем на завтра. Это будет максимально по-мужски, это будет максимально честно. Следующее. Тоже близко, тоже близко ложится снаряд. Признавай свои косяки. Ну, не только ошибки, а бывает косяк, но когда ты не намеренно, это не ошибка, просто так получилось. Бери ответственность на себя. Да, не учел, да, слишком поздно выехал, да, не посмотрел, не обратил внимания, потерялось время, так бывает. Делал-делал что-то, увлекся-отвлекся и куда-то время. Блин, надо идти, надо бежать, не успел. Не пытайся спихнуть на других, ведь всегда люди видят, что ты лукавишь. Будь честнее, мой косяк. Знаете, как в армии есть такое выражение? Виноват, виноват, исправлюсь, виноват, исправлюсь. Это всегда воспринимается. Невозможно человека упрекать, если он признает свой косяк. Упрекают, когда он спорит и доказывает, что он не виноват. Это ясно? Так точно, Сиджонт! Следующее, не сплетничать за спиной сплетни, это не мужское занятие. Хорошее произведение, если то делал ОПДВ, то или не помню, у кого-то из моих любимых драматургов о сплетниках. Не, пожалуйста, не делай этого. Шестое правило. Постарайся быть на пике формы. Физической, моральной, психологической. Тренируйся, отдыхай, увлекайся тем, что тебе интересно, для того, чтобы быть на пике. Тренируйся, легче строить отношения, легче видеть перспективу, легче строить стратегию, легче двигаться к результату, когда ты в ресурсе. А так, я в отличной форме. Во многих фильмах и анекдотах муж приносит зарплату, отдает женщине, чтобы она ею распоряжалась. Ну, это вроде бы здорово. Распределение он добывает, она тратит. Ну, у него нет времени заниматься этим, да и женщина знает лучше, что ей нужно. Но на самом деле, тратить деньги, это тоже нагрузка, это тоже стресс. И тот еще стресс, особенно если деньги заработаны не тобой. Не вешай на женщину финансовые вопросы. Это не значит, что ты должен все их закрывать, а она такая, бам, а я не в курсе, что откуда берется, что на что тратится. Не в этом дело. Но если это серьезная трата, участвуй в обсуждении, аргументируй, ну, принимайте решение вместе. А, реши все сама, на тебе деньги. Нужны деньги, ну, придумай, где их взять. Максимально замыкай на себя финансовые вопросы, как добывание, так и затраты. Повторю, это не значит, что женщина исключается из этого процесса. Это означает, что нагрузка и ответственность продолжают лежать на тебе. Это стресс. Забирай его себе. Восьмое правило. Придумай, в чем ходить дома, но только не в тапочках, если тебе не 92 года. Пусть это будут какие-то специальные толстые носки, пусть это будет босиком, пусть это будут какие-нибудь сланцы пляжные, что угодно. Придумай что-то, но не вот эти шаркающие ужасные тапочки. Потому что женщины говорят, что у них тапочки действуют как таблетка против секса. Вот эти вот шаркающие, особенно когда они старые, какие-то поношенные. Нет, нет, с образом мужчин это никак не вяжется. Попробуйте представить себе какой-нибудь секс-символ мужской, там Джеймса Бонда в домашних тапочках. Па-бам, и рухнул Джеймс Бонд, да, и харизма умножилась на ноль. Выбирайте для себя любую другую обувь. Искорените как явление. Девятое золотое мужское правило. Не спорь и не соревнуйся с женщиной. Если ты на дороге не пропускаешь женщину на том основании, что она же не женщина, она участник дорожного движения, у нас равные права. Ладно, если она считает, что ты должен ее пропустить, пропусти. Великодушие мужская черта. Спорить с женщиной и проиграть в споре неприятно. А выиграть у женщины это может быть неприятно вдвойне. Поэтому, чтобы не оказываться в таких ситуациях, просто не соревнуйся. Это не значит, что во всем соглашаюсь и так далее. Но пусть это не приобретает характера конфликта, какой-то схватки, противостояния. Следующее правило, если твоей женщины с кем-то конфликт, всегда принимай ее сторону. Если не слушается ребенок, выступай на стороне мамы, даже если ты не уверен, что ее требование справедливо. Если кто-то заделал самолюбие твоей женщины, выступай на ее стороне. Это естественно. Если у женщины конфликт на работе, она тебе о нем рассказывает. Даже выслушав ее версию, понимая, что в сущности она не очень-то права в этом конфликте, принимай ее сторону. Ты можешь потом, спустя время, помогать, если она об этом попросит, разобрать ситуацию и посмотреть, в чем она была не права. Но в ситуации конфликта, принимая ее сторону, она должна понимать, что она может опереться на тебя, что ты надежишь. Правило, которое можно не соблюдать, оно такое опциональное, но я заметил, что оно всегда помогает установлению контакта и эмоциональной атмосферы. Возьми себе за правило не приходить с пустыми руками, если ты идешь в чей-то дом. И даже если ты идешь в чей-то офис, возьми что-то с собой. Пустячок, сувенир, новую книгу, которую ты недавно прочитал и которую ты мог бы посоветовать прочитать тому человеку, к которому ты идешь. Цветок, какая-нибудь вкусная безделушка, какая-нибудь вкуснятина, которую можно просто купить по дороге. Если это войдет в привычку, ты будешь думать об этом заранее, у тебя всегда будет на готове что-нибудь. Хорошо быть автором книги. Ты всегда можешь принести собственную книгу, неважно, прочитают ее или нет, но все-таки ты пришел не с пустыми руками. Ну что вы, прошу, это от чистого сердца. Двенадцатое правило. Постарайся быть не источником проблем, а тем, кто их решает. Такой супермен прилетает всегда, когда в Готэме что-то не так. Что-то сломалось дома, не тяни. Либо почини сам, либо сегодня существуют сервисы, там в течение 40 минут принять, человек отремонтирует, разберется, не вешай это на своих близких. Это маленькая проблема, но тоже самое касается и больших проблем. Следи за своим здоровьем, чтобы не стать обузой. Если с тобой что-то случится, то очень многим людям придется не сладко ухаживая за тобой. Странно и недостойно, когда мужчина думает о деньгах, постоянно о них мечтая, вожделеет их и так далее. Он так должен, наверное, мечтать о своей женщине, должен думать о своих детях. Он должен думать маниакально о своем деле, о том, какую пользу она приносит, о том, чтобы делать его максимально хорошо. Деньги являются побочным продуктом. Это не значит, что у нее думать вообще о деньгах, но когда маниакально все крутится вокруг денег, это как-то странно. Я давно следую правилу, если я где-то в поездке, я ем то, что едят местные. Я заказываю блюда такие же, которые заказывают местные ребята, иногда спрашиваю совета и хожу в национальные рестораны. В лучшем случае я получаю новые кулинарные впечатления, гастрономические, а в худшем случае я сбрасываю лишний вес. Пятнадцатое правило. Всегда знакомь девушку со своими, девушку, жену со своими друзьями. Найди повод привезти их в дом или устроить что-нибудь, где они могли бы увидеть друг друга и познакомиться. Нехорошо, когда у мужчины есть какие-то тайные от его женщины друзья, тем более подруги. Шестнадцатое правило. Не бодайся на дороге. Вот эта вот толкотня, кто проедет первым и так далее, недостойна. Напомню, великодушие мужская черта. Правило семнадцатое. Если нападают на твоего друга, тем более бьют его, защищай друга изо всех сил. Но если друг нападает на кого-то, бьет кого-то и он не прав, защищай того, на кого он нападает. Защищай друга от агрессии. Постарайся его остановить, кроме тех случаев, когда силы противника превосходят ваши. Правило восемнадцатое. Не спорь с таксистами, официантами, девушками на ресепшн отеля и продавцами. Твой уровень определяется тем, с кем ты конфликтуешь. Поэтому в подобных ситуациях всегда выдавай босса. Настоящий мужчина и так скуп на выражение чувств. А когда он еще говорит слово «люблю» в тех случаях, когда не любит, просто для того, чтобы сблизиться быстрее, это уж совсем недостойно. Не любишь – не говори «люблю». Но если любишь – говори. Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Двадцатое правило. Никогда не рассказывай своей женщине о своих бывших. Она для тебя должна быть всегда первой и единственной. Неважно, какой характер ваших отношений. Видишь ли ты себя с ней до гробовой доски. Или это просто эпизод, курортный роман. Первое и единственное. Двадцать первое правило может звучать комично, но тем не менее, если дело идет к сексу, не раздевайся первым, чтобы не получилась смешная ситуация. Двадцать второе правило. Прошу отнестись серьезно. Не шути с силовиками, даже если они не на службе. Так уж они устроены. Профессиональная деформация – да, и среди них есть люди с чувством юмора. Но довольно часто они воспринимают шутку, как агрессию реагируют соответственно. Я пошутил. Или нет. Двадцать третье правило. Что бы ни случилось, не пей поддельный алкоголь и не носи поддельные вещи. Вот эти вот часы, сделанные в Китае, вот эти сумки Louis Vuitton, сшитые в Турции. Не надо. Лучше попроще, лучше то, что по карману, но по-честному. Двадцать четвертый совет. Не для всех будет актуален. Если мужчина курит, он делает это красиво. Если мужчина курит, он выпускает дым. Прямо или вверх. Никогда вниз и никогда вот так. Ужасное зрелище, когда из бизнес-центров наперекур выбегают менеджеры, которые на лифте с 56 этажа и так ехали 20 минут. У них остается 2 минуты, чтобы перекурить. И они выбегают под моросящее небо. И вот. Жадно, недостойно, некрасиво, накрывшись капюшоном, вытягивают вот эту свою сигаретку. Нет возможности курить красиво. Потренируй свою волю. Дотерпи до момента, когда это будет возможно. А лучше бросай вовсе. И 25-е золотое правило настоящего мужчины. Не давайте советов, если за них не платят. Ну или, по крайней мере, если и о них не просят. Да, я понимаю, что я дал вам 25 советов мужского поведения, за которые вы заплатили только своим временем, пока их слушали. Надеюсь, они будут для вас важны, полезны и актуальны. Но мы можем с вами совместными усилиями и повысить ценность этого списка. Вы жили свою жизнь. Вы сталкивались с теми иными ситуациями. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой бы совет к этому списку вы добавили. Какое золотое правило мужчины вы могли бы дописать сюда. И не важно, что вы не мужчина, а женщина. Потому что женщина наблюдает мужчину. И многие правила, о которых я вам сказал, подсказаны мне были женщинами. Пожалуйста, вот какого мужчину вы хотели бы видеть перед собой? Какое золотое правило сегодня было бы актуально? Да, я уверен, 50, тем более 100 лет назад этот список мог бы быть совершенно другим. Какие-то пункты были бы еще не актуальны, какие-то были бы не актуальны уже. Постоянно обновляется образ современного мужчины. Постоянно меняются требования к нему. Мы хотим любить и быть любимыми. Мы хотим проживать достойную жизнь. Мы хотим, чтобы нас воспринимали с уважением и поэтому готовы менять свой образ жизни. Напишите в комментариях, что бы вы добавили к этому списку.